В этом году весь мир отмечает столетие с начала Первой мировой войны. Поводом к ней послужило убийство эрц-герцогов Сараева. И за три года эта война, начавшись в Сербии, уничтожила несколько империй, миллионы граждан, перекроила карту мира. Между тем, вплоть до недавнего времени она оставалась малоизученной и не пользовалась особым интересом у историков. Почему так получилось и что мы потеряли, выясняли участники межрегиональной научно-практической конференции, которую организовали ученые и архивисты Чуваши. Знаете ли вы, что изначально Первую мировую называли Великой Отечественной войной, но с приходом революции политические акценты поменялись? Впрочем, как совершенно справедливо заметил историк Геннадий Николаев, сама Великая Октябрьская социалистическая революция со временем превратилась в Октябрьский вооруженный переворот. Однако изменение исторических формулировок не умаляет значимости события. Слова «забытая война» архивисты употребляют всегда в кавычках. Исследователи отечественных закономерно интересовали две большие темы в изучении Первой мировой. Собственно, военная история и влияние войны на революционный процесс в России и за рубежом. В разные периоды сочетание этих двух тем было разным. В 20-е и 30-е годы, например, особо актуален был боевой опыт Первой мировой войны. Но потом, как правильно сказал Петр Степанович, он оказался заслонен Второй мировой войной. И доминировать стала, собственно, историческая тема работы по социально-политической истории 14-18-го года. Нам повезло, отметил депутат Госсовета Чувашии, бывший министр культуры и по делам архивов Петр Краснов. Мы застали в живых участников Первой мировой войны. А в Чувашии было немало настоящих героев, которым, увы, пришлось забыть о своих подвигах и наградах. Он так и до конца своей жизни не нашел, не смог найти зарытых своих два креста. И мы, дети, тогда тоже пытались помочь ему, но не смогли. По мобилизации на фронты Первой мировой войны из нашего региона ушли почти столько же, сколько и Великую Отечественную. Около 100 тысяч человек. Жизнь тыла оказалась подчинена требованиям военного времени. Огромное количество беженцев из прифронтовой полосы и военнопленных приняли в Поволжье. Заметное влияние оказала война и на развитие промышленности. Об этом и многом другом можно узнать на выставке в Национальном музее. В день открытия в экспозиции были представлены даже живые экспонаты. Ну, то есть, видите, здесь как бы типичные приемы, как мог казак работать шашкой с седла. Материалы конференции обязательно будут опубликованы. И сборник послужит хорошим пособием по истории родного края в годы Первой мировой войны. Как и очередной выпуск «Телевикторина. След в истории», который мы полностью посвятим интересным подробностям и фактам незаслуженно забытой войны. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.